А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви, по любви хочу. Свободу, свободу, мне дайте свободу, я в пиццу лечу. Исполнительница роли «Царевны Забавы» Мария Захматова взгляды своей героини на брак полностью разделяет. Она тоже уверена, что выходить замуж нужно только по любви. В остальном Мария постаралась отойти от образа «Царевны» из мультика. Режиссер благотворительного спектакля «Летучий корабль» Виктор Бояров предложил доработать и изменить характер героини. Ему показалось, что та «Царевна» несколько такая истеричная девочка, а мы от истеричности уходили в несколько другой образ. Более звонкая, такой бодрый, веселый «Царевна». В спектакле «Летучий корабль» были задействованы 44 непрофессиональных актера. 22 из них впервые приняли участие в благотворительном проекте. Я, в общем-то, чисто случайно увидела объявление в интернете. Ну и, как сказать, меня очень заинтересовала эта идея, мысль, потому что благотворительность, на мой взгляд, это очень важно. И когда помощь детям, я считаю, что каждый человек должен принимать в таких мероприятиях участие. Начальника городской инспекции Федеральной налоговой службы Александра Ганина можно смело назвать ветераном проекта. Каждый год он играл в благотворительных спектаклях главные роли. Причем Александру Геннадьевичу достаются хитрые и изворотливые персонажи. В этот раз он перевоплотился в царского воеводу полкана. Эта роль, она немножко вносит свои коррективы по отношению к тем другим, что здесь полкан-то более хитрее, более умнее. Поэтому здесь вот эта роль, она как бы немножко более такая, я считаю, удачная, чем предыдущие две роли. В спектакле «Летучий корабль» Александр Ганин не только пел, ради роли он освоил и непростой танец. «Летучий корабль» стал третьей благотворительной постановкой и для мэра Заречного Вячеслава Гладкова. Перед спектаклем он признался, выходить на сцену стало не так страшно. Если помните, на первом спектакле перед началом представления я писал завещание. Думал, что это все. Последние секунды моей жизни на бренной земле. Завещание пишу. Как серьезный человек перед серьезным событием. Чего раз томить цепочки. А сейчас, не знаю, не могу, пытаюсь найти слово. Привык? Нет, не привык. Потому что к этому привыкнуть точно нельзя. Но начинаю входить в роль. В этот раз мэру Вячеславу Гладкову, главе города Олегу Климанову и директору компании «Римстрой» Олегу Букину достались роли Гребняков. Сами актеры объясняют, они играют сами себя. Даже на сцену вышли в белых рубашках и брюках. Аэроплана на сцене не было. Зато герои построили сказочный летательный аппарат «Летучий корабль». Созданный специально для спектакля он ждал своего часа. Сейчас мы находимся на высоте 20 метров над сценой. Только отсюда, до начала спектакля, можно увидеть тот самый летучий корабль, который унесет Ваню и забаву в светлое будущее. Строить это чудо древнерусской техники главному герою Вани помогали леший с лишачатами, водяной и целая эскадрилья бабок-ежек. Поддерживали и переживали за судьбу влюбленных горожане и горожанки. Актерам, занятым в массовке, нужно было исполнить несколько ролей и обязательно выделить своих персонажей из толпы. Моя горожанка, она очень веселая, такая задорная, молодая, красивая. А бабка-ежка? А бабка-ежка такая хитрая, но добрая. И также веселая. ПЕСНЯ Частушек и песен в спектакле великое множество. У главных героев по несколько вокальных партий. Но даже тем, кто много раз выступал на сцене, справиться с музыкальным материалом было непросто. ПЕСНЯ Самое сложное, это как раз таки вот в дуэте с Забавой, то есть с Марией Захматовой, которую мы поем, для меня оказалось почему-то она сложнее, чем я думаю. Несмотря на волнение и переживания, все получилось. Летучий корабль взлетел, планы коварного полкана были разрушены, Ваня с Забавой поженились, а зрители остались довольны. ПЕСНЯ Отлично, молодцы. Очень профессионально, интересно, но очень понравилось. ПЕСНЯ Спектакль очень хороший, замечательный спектакль. Действительно выступали не профессионалы, но было все на профессиональном уровне. ПЕСНЯ Спектакль становится более качественным, более профессионально, как играют. В общем, замечательный проект, его следует продолжать. Это, как сказать, мое личное мнение. Но главная цель благотворительного спектакля – не доставить удовольствие горожанам, а собрать средства на лечение зареченских ребятишек. Каждый зритель в зале сделал пожертвование. Два месяца в городе шел благотворительный марафон. В учреждениях культуры и образования проходили ярмарки и концерты. Кроме этого, в антракте спектакля состоялись аукцион и благотворительная ярмарка. В итоге общая сумма пожертвований составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Все эти деньги будут переданы в фонд программы «Дар во благо». Ксения Триза, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».